На устранение крупной аварии на коммунальном объекте на пересечении улиц Олены и Ненецкая ушел не один месяц. Однако возобновление движения на этом участке произойдет только в летний период. Восстановить дорожное полотно в настоящее время невозможно по климатическим условиям. Об этом шла речь на совещании в администрации Нарьинмара. Подробнее расскажет Александра Литкова. Асфальтовое покрытие провалилось на перекрестке улиц Ненецкая и Оленная еще в начале августа текущего года. В результате аварии на канализационном колодце предприятие объединенных котельных и тепловых сетей. На устранение аварии потребовалось 4 месяца. В начале декабря объект удалось восстановить. Теперь он работает в штатном режиме, а коммунальщики ликвидируют образовавшийся на месте аварии котлован. Что касается автомобильного движения на данном участке дороги, то его планируют возобновить не ранее июня следующего года. Сегодня этот вопрос обсудили депутаты городского совета и представители мэрии. Конечное восстановление дорожного покрытия планируется уже в июне месяце. И мы не могли эту ситуацию обойти стороной депутатский корпус. С целью того, чтобы данная ситуация не повторилась впредь, и нам нужно детальное исследование. Сколько было затрачено средств на ликвидацию данной аварийной ситуации, причины. И, наверное, самое главное – информирование и четкое понимание для жителей, которые проживают здесь, в многоквартирных домах, что эта ситуация никаким образом не грозит их строением, их жилью. В настоящее время специалисты ПОК и ТС завершают работы на месте аварии. В ходе обследования территории аварии было установлено, что она произошла из-за грунтовых вод, которые выдавили дно канализационного колодца. Работники ПОК и ТС восстановили водопровод и подключили дома к постоянной канализации. В ходе сегодняшнего совещания представитель мэрии пояснил, что случившийся провал земляного грунта в месте расположения коммунального объекта не должен повлиять на конструкции соседних домов. В предприятиях были проведены дополнительные работы, и эти работы показали то, что состояние, если все переживаем, что рядом находятся многоквартирные дома, то есть изменения, которые были при строительстве и которые сейчас произошли из возникновения грунтовых вод, то есть никак не повлекло на конструктив рядом стоящих домов. Уже в январе следующего года Управление строительства ЖКХ и градостроительной деятельности Наринмара предоставит сведения о том, сколько средств было потрачено на ликвидацию аварии и дальнейшие восстановительные работы.